Очень жарко, но у меня в затоне, смотри, какие яблоки выросли, огурцы, баклажаны, малина. Ну, сад вообще обалденный. На этот рынок мы приезжали два месяца назад в плюс 40 градусов. Покупатели выстраивались в очереди за живительным квасом. Только на этой точке в тот день продали почти 500 литров. Вот уж кто точно рад жаркому лету, так это неугомонные дачники. На огороде в жару люблю работать все равно. Да. Как же можно в жару на огороде работать? Я даже не замечаю. Я приеду на дачу и день пролетает. Синоптики говорят, что это лето выдалось уникальным. В июне в основном господствовал антициклон, который принес аномальную жару. Июнь и июль по своим температурным показателям превысили норму. Июнь на 2 градуса, июль на 1-3 градуса. 7 июня были превышены очень по многим станциям аномальные температуры, максимальные, за весь период наблюдений. И если брать сам период, вот это получается 9 дней, такого продолжительного периода жаркой погоды за всю историю наших наблюдений не фиксировалось. А наблюдения, между прочим, проводятся с 1838 года. Кстати, несмотря на сегодняшние плюс 15, в августе нас еще ждут теплые дни. По тому, что видится на ближайший период, получается, что весь остаток августа будет достаточно близким по температурным показателям к средним многолетним значениям. Сегодня, если говорить, то центр циклона практически над нами. И этот день будет, скорее всего, самые низкие ночные и самые низкие дневные температуры. И у нас начнет потихоньку теплеть, и осадки будут уменьшаться. А уже на конец августа в регионе ожидают заморозки до минус 2 градусов. На сентябрь есть только предварительный прогноз. Первый месяц осени будет близким к норме, с недобором осадков. В первой декаде ожидается достаточно прохладная погода. А вот периоды тепла наступят с 15 по 25 сентября. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком.